Хочешь продать или купить внутриигровые предметы, оружие, валюту и прочий став? Тогда попробуй игровую торговую площадку kiberlot.ru Ссылка в описании Приветствую всех на канале The Game Reviews Сегодняшний выпуск будет об изменениях характеристик боеприпасов и очередном изменении в схемах торговли, которые произошли за ближайшие дни А также какие баги снова начали юзать игроки Данный выпуск вышел при поддержке большого количества зрителей с позывными Странник, CS Demon 161, OBG Idler, Yoosakura, DT Rocket, Thunderbolt VL, NoName, Trespass и Серега Че Спасибо вам, ребята, за поддержку канала И снова у вас ко мне набралось очень много вопросов, ответы на которые требуют создания отдельного ролика Поэтому давайте я подробно отвечу на них в вопросах и ответах 4 Но зрители с позывными Странник и Yoosakura, вы в принципе не указали подробности о своем железе Но при этом спросили какие-то, ну то есть хотели получить какие-то ответы Поэтому напишите максимально подробно все характеристики своих железок на почту Которая прикреплена в описании канала Только так я смогу максимально подробно вам ответить в выпуске с вопросами и ответами В общем жду от вас информацию и не затягивайте пожалуйста с этим Надеюсь вы, ребята, не сильно огорчитесь, что снова перенесу ответы на ваши вопросы отдельно Ибо там много кому надо ответить подробно и займет это немало времени Надеюсь на ваше понимание Большое спасибо всем вам за поддержку канала, сейчас переходим к основным темам выпуска Итак, произошли большие изменения в характеристиках боеприпасов практически всех типов Поэтому давайте разбирать Ружейный патрон 12 на 70 пулевой подорожал почти вдвое и стал стоить 68 рублей Раньше цена была 37 рублей Но это неспроста Проникающее действие с 10 единиц повысили до 21, то есть более чем вдвое Урон наносимый по броне повысили с 40 до 48 процентов Патрон 366 ТКМ Эко стал дороже на 20 рублей, теперь он стоит 55 рублей Проникающее действие повышено с 15 до 25 366 ТКМ с пулей с цельнометаллической оболочкой подорожал с 35 до 42 рублей Проникающее действие повышено с 12 до 20 Патрону 366 ТКМ СП Гекса повысили проникающее действие с 11 до 14 Цена не изменилась 545 на 39 БП теперь стоит 129 рублей вместо 112 При этом никакие ТТХ не изменились вообще 545 на 39 БС подорожал на 55 рублей и теперь стоит 265 рублей И что интересно, никакие характеристики не то что не повысились А даже наоборот, процент урона брони снизились с 43 до 41 То есть по сути патрон стал малость хуже, но при этом дороже 545 на 39 БТ без каких-либо изменений ТТХ подорожал с 130 до 161 руб Патрон 545 на 39 с пулей с цельнометаллической оболочкой не стал дороже, но процент урона брони повысили аж наполовину То есть вместо 20 теперь 30%, что весьма неплохо при цене 36 рублей всего лишь 545 на 39 HP с 58 подорожал до 68 рублей, наносимый урон повысился с 70 до 73 ПС патрон подорожал с 49 до 62 рублей, а процент урона брони повысился с 27 до 33 СП не изменился в цене, зато урон брони снизился с 25 до 22%, то есть патрон стал хуже, а цена осталась прежняя 556 на 45 с пулей с цельнометаллической оболочкой не изменился в цене, зато наносимый урон повысился с 50 до 52 А урон брони повысился с 27 до 31% 556 на 45 HP повысили наносимый урон с 68 до 72, не изменяя цену Патроны М855 повысили наносимый урон с 48 до 50 М855А1 с 53 до 55 М856 с 55 до 57 а М856А1 с 53 до 55 А вот бронебойный М995 стал дороже на 20 рублей и цена его теперь 248 рублей Наносимый урон повысили с 36 аж до 42 Проникающее действие повышено с 50 до 53 Патроны 556 на 45 МК 255 повысили наносимый урон с 58 до 60 У патрона 7.62 на 39 HP повышен процент урона брони с 26 до 31% 7.62 на 39 PS процент урона брони повысили с 30 до 35 А у Т-45М тоже повысили урон брони и теперь он вместо 29 составляет 34% То есть теперь Т-45М это трассер, который повысили до такой степени, что он броню теперь прошибает сильнее, чем например хай пауэр патрон 7.62 на 39 УС урон по броне повысили с 24 до 28% 7.62 на 51 это винтовочный натовский патрон Конкретно тип М61, то есть бронебойный Урон по броне повысили с 59 до 63% А патрону М62 повысили урон брони с 52 до 56% Патрону М80 урон брони повысили с 45 до 49% Винтовочному патрону 7.62 на 54Р Конкретно тип 7Н1 повысили урон брони с 60 до 64% ЛПС ГЖ урон брони повышен с 55 до 59% А у патрона СНБ урон брони повышен с 62 до 66% И это самый убойный патрон касательно брони сейчас Многие игроки ждут не дождутся появления СВДхи Как раз таки туда этот патрон и пригодился бы То есть это была бы самая по сути Одна из недорогих снайперских винтовок Ну по логике она должна быть не самый дорогой уж точно И при этом на нее подходил бы самый убойный патрон Проникающее действие патрона 9х21СП10 повысили с 23 до 28% А патрону 9х21СП13 с 25 до 30% Теперь исходя из этих изменений можно сделать вывод Что оружием использующим патрон 5.56 на 45 Теперь снова появился смысл пользоваться И соответственно ожидается опять массовое появление Точнее возвращение бронированных робокопов с эмками снаряженными барабанными магазинами Опять придется партизанить по кустам против них Также порадовало усиление воздействия по броне У практически всех патронов калибра 7.62 Как винтовочных так и скажем калашевских Снова появился смысл гонять с АКМом и СКСом А теперь что там за очередные изменения в торговле АКС-74У перемещен со второго на первый уровень прапора И теперь его можно купить за деньги АКС-74УБ перемещен с четвертого на второй уровень прапора Схема бартера не изменилась А вот АК-74М перенесли со второго на третий уровень Вот это уже печально Потому что придется качать теперь прапора до третьего уровня из-за него Как многие из вас возможно знают На данный момент это мой любимый калашмат в игре Я как-то уже делал отдельный ролик о нем АК-74Н наоборот переместили с третьего на второй уровень То есть по сути сделали рокировку Модернизированный на ночной поменяли местами А АК-104 переместили с четвертого на третий уровень Пистолет-пулемет Клин передвинули с четвертого на второй И его глушенный собрат Кедр-Б перенесен с третьего тоже на второй уровень Патрон 545 на 39ПП перенесли с третьего на второй уровень И на самом деле сейчас патрон ПС гораздо более предпочтительным Чем данный ПП после изменения таблицы характеристик Глушитель ПБС-1 для АКМ перенесли со второго на третий уровень И это уже печально учитывая повышение характеристик патронов для АКМ Глушитель и ствол для ТТ перемещены с третьего на второй уровень Пистолетная рукоятка АС ВАЛ добавлена на четвертый уровень прапора Что тут сказать второй уровень прапора в целом стал более насыщенным Хотя конечно некоторые интересные вещи перенесли на более высокие уровни Но это скорее всего именно для стимулирования игроков в повышении уровня у самого прапора То есть соответственно выполнять квесты надо там и свой уровень повышать и так далее У лыжника крышку ствольной коробки Б-33 Зенит перенесли с третьего на второй уровень Это неплохо для установки разного рода прицелов на калаши полезная штуковина Ну имею ввиду на калаши 5.45 калибра Тыльник от приклада МОЕ добавлен на третий уровень А патрон 366 ТКМ Гекса переместили с четвертого на третий уровень Ствол с интегрированным глушителем 500 мм для ДВЛ-10 добавили на четвертый уровень Кстати этот ствол стал периодически мелькать в ящиках с лутом В этом патче как минимум уже 5 раз я его точно находил и продавал У миротворца МП-5 СД переместили с первого на второй уровень Кстати тут буквально пару дней назад в интернете любители Counter-Strike массово радовались появлению этого оружия в CS GO Что ж поздравляю игре 6 лет только появилась пушка А обычный МП-5 переместили наоборот со второго на первый уровень Бронежилет МФ-ЮН переместили с третьего на второй уровень опять же миротворца естественно А вот рюкзак 3-зип у миротворца спионерил барахольщик И теперь он там на втором уровне Также у барахольщика появилось забрало для колпака И его можно выменить на первом уровне за одну серебряную цепочку Забрало для шлема ЗШ-1-2М перемещено с третьего на второй уровень Схема бартера не изменилась Зато это же забрало за деньги перемещено с четвертого на третий уровень То есть теперь на третьем уровне не надо его выменивать а его уже можно будет купить Броник и его TV G4 в максимальной самой комплектации добавили на третий уровень барахольщика В обмен на деревянные раритетные часы В принципе вот такие вот на данный момент изменения в торговле И давайте еще кое-какие темы обсудим После многократных обновлений серверов Замечены проблемы с заходом у некоторых игроков Так например мы играя отрядом обнаружили Что один из участников не мог зайти в один и тот же рейд со всеми остальными Причем перезаходы не помогали И проблема периодически перемещалась от одного игрока к другому При том что все остальные спокойно заходили и играли В игре снова обнаружились баги с возможностью назначения оружия А именно например в разгрузке альфа можно напихать полные отсеки пистолетов И назначить их на клавиши быстрого доступа не используя кобуру И это на самом деле уже порядком раздражает По моему надо вообще запретить возможность хранения в разгрузках всего кроме магазинов и аптечек Как это сделано допустим со многими контейнерами Где например вооруженный контейнер нельзя запихнуть какой-нибудь бронежилет или еще что-нибудь Даже если он по клеточкам подходит В общем мне кажется надо ограничить функционал разгрузки и сделать ее именно разгрузкой А не дополнительными карманами для всякого разного хлама Я понимаю еще рыбацкий жилет по сути это обычный жилет с карманами Куда можно запихнуть что угодно не только магазин Но разгрузка ведь имеет специфические отсеки для конкретных предметов Зачем давать возможность совать туда пистолеты и прочую другую хрень Лично мне непонятно Уже целый год баги с назначением оружия существуют И мне кажется пора уже радикальные меры какие-то принять по решению этой проблемы Также сейчас зачем-то сделали возможность пихать в вещевой ящик оружейные контейнеры А также теперь многие устраивают себе бесконечный схрон То есть получается парадокс Внутрь вещевого ящика можно засунуть 4 таких же вещевых ящика В каждый из которых также помещается по 4 таких же точно ящика И так по сути до бесконечности Ну может где-то уровни конечно скажем так уровни внедрения заканчиваются Но факт остается фактом Как можно запихнуть 4 жестких ящика внутрь одного точно такого же ящика Это физически вообще было бы невозможно А все это происходит в игре потому что сам ящик занимает 4 на 4 ячейки При этом внутри себя имеет 8 на 8 ячеек И раньше туда можно было положить только вещи То есть то что персонаж надевает на себя А сейчас туда позволили складывать разного рода контейнеры и прочее Откуда и появилась возможность запихивать туда оружейные ящики Которые сами по себе набиты еще оружием и всякими патронами И точно такие же вещевые ящики которым он сам является Короче говоря зачем-то идут по пути усложнения работы самим же себе Теперь все эти баги исправлять по моему просто не стоило добавлять возможность Запихивать туда все подряд и все Теперь неизвестно когда вообще эти баги с разгрузками и ящиками еще пофиксят Подождем еще годик-другой посмотрим Баг-репорты я конечно отправил и желательно отправлять всем остальным игрокам тоже Точнее всем остальным тестерам если вдруг вы забыли Вы сейчас на бета-тесте не забывайте про баг-репорты И вот многие о багах пишут в комментариях там иное Что вот такие-то баги до сих пор не фиксятся Сами при этом баг-репорты нифига не отправляют А те баги которые вам лично могут дать преимущество Почему-то умалчиваются какая-то у вас странная политика двойных стандартов Прям как у США Давайте уж если говорить о багах то обо всех А не только о тех которые именно вам не нравятся и доставляют какие-то неудобства А то вот хитрожопость со всякими вещевыми контейнерами Все очень так аккуратненько молчат Чтобы не дай бог разработчики это не пофиксили Давайте уж будем про все баги все-таки говорить одинаково И да кто-то там недавно меня упрекнул под видео Есть баг в игре когда ты с переломанной ногой Можешь бежать на спринте делая три шага и останавливаясь При этом не получая никакого урона Желательно бы чтобы этот баг тоже исправили То есть если у тебя нога сломана ты не можешь даже и одного шага бегом пробежать по идее Потому что кость сломана как ты на ней побежишь Давайте желательно чтобы и об этом тоже репортили Кстати я баг репорт отправлял еще фиг знает когда Вот такие у меня мысли сегодня А сейчас лайк или дизлайк подписка или отписка Не забывайте звонить в царь колокол чтобы не пропустить выпуск вопросов и ответов 4 И другие будущие ролики Пока